Приветствую вас и условно я разобью проблему на две части. Первая часть касается того, что вы от мужчины зависимы финансово. А вторая часть касается, наверное, того, что вы хотите ласки мужчины, его тепла, работы и так далее. Итак, о том, что касается кредита, касается финансовой зависимости, то здесь я вам могу сказать так, что вот в данный момент вы от мужчины зависимы на платформу кредит, и это понятно. Вам, в принципе, не очень это нравится, вам это, мягко говоря, не по душе, вас это не устраивает, вы этим уже на данный момент тяготитесь, я думаю. Но, тем не менее, поскольку в настоящее время у вас нет никакой возможности это изменить, давайте подумаем о том, как можно все-таки минимализировать негативные последствия того, что с вами сейчас происходит. Я думаю, что нужно как-то сосредоточиться на том, что вот пока вы с мужчиной, пока вы нужный кредит, вы будете с ним. Я думаю, что вам будет правильнее всего четко для себя определить, сколько времени, по примеру, хоть и на до, чтобы этот самый кредит выплатить полностью, и после этого вы уже можете быть совершенно свободны и делать все, что хотите. Может быть, как-то постараться за то время, пока вы с мужчиной, и пока вот так вот живете, постараться помочь и домой тоже зарабатывать, чтобы, чтобы побыстрее избавиться от этого самого кредита, который на вас довольно сильно давит. Дальше. Следующий момент, который мне хотелось бы вам сказать, это тот момент, что вы хотите ласки, мужчины, его любви и так далее. Но для начала, давайте мы пойдем от начала все-таки и скажем такую ситуацию, что вы в браке год, и у вас он уже предлагал вам развестись, а вы с ним ругались и высказывали, высказывали и продолжали высказывать ему претензии. Так что смотрите, чтобы мужчина уважал вас и жених, чтобы мужчина хотел делать вас счастливой, нужно быть той, кого бы он хотел делать счастливой. Подумайте, какой бы мужчин хотел вас видеть. Подумайте, какие недостатки вас ему не нравятся. И постарайтесь немножечко подкорректировать свое поведение так, чтобы его не раздражало. Вы говорите, что у вас были косяки, вы извинились, просили прощения, но он до сих пор пропоминает. Ага, если вы извинялись, но мужчина вам до сих пор пропоминает, наш конструкт для него еще не исчерпан. И нужно об этом разговаривать, чтобы мужчина понял, почему вы сделали так, почему вы поступили именно таким образом, что вам не двигало. Ага, мужчина до сих пор на вас обижается. И возможно, его поведение такое, оно связано еще и с этим, что обиды, которые у него есть, они копятся, 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 и не находят своего выхода, не находят разрешения. Нужно разговаривать с мужчиной. Лучше всего будет, если вы поднимете тему, эту саму, и просто проговорите ее еще раз. Да, мужчина может быть ругаться, но пусть он лучше все свои эмоции высказит вам, чем это будет копиться у него внутри. Вот. Это то, что вам нужно сделать. Дальше. Необходимо разобрать ваши претензии, потому что ругань и ссоры всегда имеют определенную причину. И если вы хотите отношения с вами, то, наверное, претензии пока что лучше не выражать, а лучше, наоборот, стараться к мужчинам к себе расположить. Ведь если вы расположите к мужчинам к себе, если вы будете то, и кем он хочет вас видеть, то, по всей вероятности, человек изменит к вам свое отношение, ему будет приятно приходить к вам, ему будет приятно с вами находиться в мире, и таким образом вы улучшите атмосферу своей семьи. Если вы оставите все, как есть, то мужчина будет все меньше и меньше находить потребностей, находить мотивов для того, чтобы с вами быть в месте, в одной жилой площади. То есть, давайте подумаем вот как. Какие у мужчины желания, чего он хочет от вас, от женщины, и какой бы он хотел вас видеть. Вот в дальнейшем из этих моментов вам и нужно двигаться. Сможете хотя бы частично воплотить в жизнь то, что он вам, ну, как он хочет, то, как он хочет вас видеть. Я думаю, что и сегодня появится внимание и ласка, ну и вообще вы будете меньше заходиться без него. Сейчас у мужчин, кстати, нет стимула для того, чтобы быть с вами в месте. И отвечая на вопрос, как быть, я надеюсь, дал вам полные рекомендации. Что делать? Во-первых, он может подменять свое отношение, то есть, наверное, перестать предотвратить к этой женщине, перестать то, что ему не нравится. Еще раз проговорить основные моменты, которые он припоминает вам, потому что они до сих пор в нем, они в эти моменты его глушат, эти моменты не дают ему жить. И больше соответствовать его желаниям. Тем более, что у человека умеросвязь, у него это достаточно серьезное потрясение. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!